Приветствую всех любителей ролевых игр. Сегодня поговорим про самые новые и захватывающие RPG, которые обязательно стоит попробовать. Если вы готовы отправиться в увлекательные миры и эпические битвы, то давайте начнем наше путешествие. Но перед этим напомню вам, что по ссылкам в описании вы найдете магазины, где игры продаются дешевле, чем в стиме. Ну а теперь давайте начинать. The Fast Berserker Kazan. Перед вами ролевой экшен с жестоким и кровавым сюжетом, в котором нет места слабости, жалости или пощади. Сюжет основан на развитии приключений двух главных героев. Империя когда-то подверглась страшной угрозе, от которой правление спасли два бесстрашных героя. Одного из них незаслуженно обвинили, назвав предателем и врагом Империи. Он был изгнан далеко за границы на верную погибель, которая довершила бы многочисленные пытки. Примерьте на себя роль легендарного генерала, который смог победить даже смерть. Займитесь поиском врагов, отправивших его на верную смерть. Только мщение принесет желаемый отдых, но не останавливайтесь на достигнутом. Приложите все усилия ради достижения своей цели. Игра принадлежит популярной серии от известной компании, так что скучать вам будет некогда. Погрузитесь в колоритный мир, наполненный войнами, жестокостью, несправедливостью и безудержной жазой мести. Если вы любите жестокие героические приключения, хотите принимать участие в сражениях, то эта игра именно для вас. Найтингейл – это кооперативный хоррор-шутер, событие которого происходит в альтернативной вселенной, вдохновленной викторианской эпохой. По сюжету игрок и его друзья проходят через различные загадочные миры, путешествия между ними через специальные порталы. Все планеты и другие вселенные захвачены полчищами монстров, и есть только одно место, где живут люди и выживают нормально. Но сначала нужно найти способ попасть туда, а для этого нужно преодолеть самые опасные места во вселенной. К счастью, главный герой обладает необходимыми навыками выживания, а также может воспользоваться помощью своих напарников. Геймплей сочетает в себе элементы выживания, исследования и экшена. В игре есть несколько главных героев, каждый из которых обладает определенным набором навыков и оружия. Вы можете играть как в одиночку, так и со случайными игроками или надежными друзьями. Оружие может быть холодным, магическим или огнестрельным, а также бомбы и гранаты, различные полезные предметы и многое-многое другое. Игра имеет очень качественную 3D графику в стиле темного фэнтези и темного ужаса с элементами викторианской эпохи. Chrono Odyssey – фэнтезийное MMORPG, событие которой повествует о путешествии в пространстве и времени. Исследуйте огромный открытый мир, знакомьтесь с многочисленными персонажами и героями, а также проходите разнообразные квесты. Для одиночных игроков создано множество PvE контента, а для PvP игроков разработаны детализированные арены, где можно проверить свои боевые навыки. В центре сюжета герои, выступающие членами тайной организации и драйгинг. Они противостоят 12 богам, которые жаждут поработить все живое на планете. Только вы можете на равных противостоять этим божествам. Игра выделяется детализированным окружением и возможностью взаимодействовать с огромным количеством интерактивных объектов. Слитинг Chrono Odyssey настолько богатый и глубокий, что доступно кросс-медийное расширение в виде комиксов и сериалов, позволяющие углубиться в игру с самым заядным фанатом, чтобы намного лучше понять особенности строения этого мира. В конце игры вас ждет эпическая схватка с главным демоном, представляющим собой тотальное зло, жаждачное уничтожить все царство. Phantom Blade Zero. Занимательный и по-настоящему динамичный экшен, в котором все главные события будут развиваться в очень суровом мире. Здесь прекрасно смогли смешаться не только боевые искусства самого Китая, а также стимпанк и много интересных событий. Вы будете здесь играть роль крутого киллера, которого зовут Сол. Он работает на очень загадочную организацию, которую все называют Орден. Неожиданно нашего главного героя решили обвинить в убийстве главы этой организации, а потом объявили в розыск. Для Соло это был настоящий шок, так как уж такого он никак не мог себе представить. После того, как нашего героя тяжело ранили, его совершенно неожиданно подбирает какой-то странный целитель. Он просто спас его жизнь каким-то своим уникальным лекарством, которое работает всего 66 дней. Именно столько времени остается у нашего героя на этом белом свете, и за это время ему придется сделать многое. Он будет сражаться с сильными противниками, ужасными чудовищами, которые вообще лишены всего, что называется человеческая сущность. Но все же, за такой короткий срок придется сделать абсолютно все, чтобы исправить свои косяки и решить огромное количество проблем. Док Ви – красочное и удивительное многопользовское приключение, предлагающее отправиться в открытый мир с целью поиска и захвата существ, которые называются Токкеби. Эти существа волшебны и подчиняются строго своему хозяину. Они находятся по всему миру в небольших драгоценных камнях, получив которые можно рассчитывать на благоприятное и увлекательное приключение. Всего можно иметь три существа для битвы и путешествия. Каждый из них имеет свой внешний вид и перечень доступных способностей. А всего можно собирать всю коллекцию существ, из которой уже в дальнейшем можно выбирать тех, кто вам действительно нужен. Существа будут необходимы для сражений, поиска сокровищ и выполнения квестов. С ними даже можно будет идти в рейки, правда нужно поначалу объединить свои усилия с другими игроками. Отдельно хотелось бы отметить безграничную кастомизацию, которая создает все условия для генерации уникального внешнего вида. Path of Exile 2 – ролевая приключенческая игра, которая рассказывает о мире, полностью погруженном во тьму. На этот раз игрокам предложат совершенно новую кампанию с большим количеством новых актов. Игрокам предстоит отправиться исследовать дальние земли, которые стали источником новых больших проблем. И теперь предстоит приложить гораздо больше усилий во время спасения мира. Ведь зло, которое притаилось злоглом, оно не дремлет и готово в любой момент атаковать вас любыми доступными возможностями. Игрокам предстоит отправиться в долгое путешествие, из которого еще никто не возвращался. Помимо того, что в игре будет новая кампания, которая растянется чуть ли не на 10 актов, у игроков будет возможность пройти еще и старую кампанию, которая получила все соответствующие улучшения. Помимо этого, игроков ждет система League, которая так понравилась игрокам и позволила каждый раз открывать для себя что-то новое и интересное. В общем, вторая часть легендарной RPG станет в разы лучше и наверняка порадует своими нововведениями. The Event Smith – компьютерная игра, относящаяся к жанру приключений и экшена. Разработчики представили проект с открытым миром, где геймеры будут покружаться в интересный сюжет от третьего лица. Главный персонаж обладает суперспособностями, вроде умения ходить по воде, а также выполнять разнообразные трюки в воздухе. События игры разворачиваются на территории Китая в 10 веке. Молодой парень, который всю жизнь занимался фехтованием, решает отправиться в увлекательное путешествие, чтобы посмотреть мир. Окружающаяся среда оказывается не совсем благоприятной для главного героя, поэтому он быстро наживает себе врагов, которые готовы снести ему голову с плеч. С помощью определенных комбинаций можно наносить комбо-удары сопернику, а также вмешиваться в судьбу других людей, защищая своим оружием более слабых оппонентов. На пути у главного персонажа будут встречаться различные протагонисты в виде монстров, людей и даже диких зверей, которые недружелюбно относятся к чужакам. Игрок может выбрать свою стратегию и решить спасать только себя, либо же можно помочь другим людям, которые оказались в сложной ситуации. Persona 3 Reload. Ремейк, нашумевший в начале 2000-х приключенческой РПГ, переносящий вас в среднюю школу Гикоган, стоящую в центре порта Тацуми. В роли главного героя вы окажетесь в обстановке, где жизнь далека от идеала. Но какой бы сложной она ни была, вашему герою предстоит продолжать обучение и справиться с множеством испытаний. В процессе прохождения игры вы с удивлением откроете для себя доселе неизведанное явление существования темного часа, периода времени, затерянным между ночью и следующим за ней днем. В этот короткий промежуток времени в вас пробуждается необычная сила, превращая вас в настоящего героя. Ваша основная цель – одержать победу над злыми тенями. Чтобы сделать это эффективно, вам необходимо собрать и управлять командой союзников. Каждый член вашей команды обладает уникальными способностями, и именно с их помощью вы сможете справиться с противниками и преодолеть сложные испытания. Одно из ключевых отличий игры – это не только боевая система, но и повседневная жизнь в школе. Вам придется балансировать между учебой, дружбой с другими персонажами и сражениями со злом. Так или иначе, все действия в игре повлияют на вашу жизнь и отношения с другими персонажами. ARK2 – это продолжение захватывающего многопользовательского симулятора на выживание в открытом мире с элементами песочницы. Перенеситесь в удивительную вселенную, где человечеству предстоит уживаться с самыми опасными соседями на планете – это динозавры. Вам предстоит не только выживать в сыровых условиях, где каждую минуту вашей жизни находится под угрозой, но и взаимодействовать с темной магией в попытках отыскать способ изменить настоящее и воздействовать на будущее. Путешествуйте по бескрайним просторам, сражайтесь со всем возможными существами, обустраивайте лагерь и раскройте тайны существования необычной реальности. Сюжетный режим познакомит игроков с новыми действующими лицами и расскажет о похождениях Сантьяго и его дочери Мику. Героям предстоит столкнуться с прошлым и не дать ему воздействовать на будущее, а для этого им потребуется отыскать способ предотвратить готовящуюся катастрофу. Вместе с запоминающимися персонажами отправляйтесь в захватывающее путешествие через огромный открытый мир и осваивайте новые приемы. Участвуйте в эпических сражениях с соперниками, а в бесчисленных битвах используйте не только грубую силу, но и смекалку. Опробуйте усовершенствованный ближний бой, где игроки вправе не только наносить удары, но и блокировать выпады противников, оглушать их, а также в полной мере раскрывать потенциал выбранного класса. Приобретенные навыки добавят динамики игровому процессу и откроют доступ к уникальным комбо-атакам, которые вы сможете комбинировать с различными умениями в схватках. Rise of the Ronin – это ролевой экшен, погружающий игрока в мир японских самураев и бескомпромиссной борьбы. В игре вы возьмете на себя роль Ронина – воина, лишившегося своего хозяина, своей семьи и чести, ставшим бородягой, борющимся за выживание в поисках своего места в этом раздробленном мире. Событие разворачиваются в то время, когда самураи находятся на грани исчезновения, а страна страдает от внутренних волнений и внешних угроз. Вам предстоит отправиться в путешествие по детально воссозданной исторической Японии, где каждое слово подкрепляется поступками, а смерть во имя чести выглядит естественным окончанием жизненного пути любого самурая. Игра предлагает вам огромный открытый мир, где вы можете свободно исследовать города, деревни и другие локации. Каждое место насыщено деталями и атмосферой того времени. Вы сможете полностью погрузиться в культуру и обычаи страны восходящего солнца. В Rise of the Ronin вам предстоит принять решение, на чьей стороне сражаться во время грандиозного политического и социального переворота, охватившего Японию. Будьте готовы к принятию сложных решений, которые затронут не только ваши политические взгляды, но и моральные аспекты вашего сознания. Вот мы и подошли к концу нашего ролевого приключения, обсудили самые свежие и захватывающие RPG, которые не оставят вас равнодушными. Каждая из них предлагает неповторимый сеттинг, увлекательное сюжетное развитие и возможность стать настоящим героем. Не забывайте, что мир ролевых игр постоянно обновляется, и новые проекты появляются с завидной регулярностью. Если у вас есть свои рекомендации по новым RPG, оставляйте комментарии ниже. Спасибо, что провели это время со мной. Не пропустите новые выпуски моего канала, где я периодически буду рассказывать вам о самых интересных игровых новинках. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего.